Представители ОБСЕ в субботу обследовали место крушения малайзийского лайнера. Тем временем в Киев прибывают европейские и малайзийские эксперты гражданской авиации и врачи, которые затем отправятся в Донецк. Как сообщают местные жители, обломки разбившегося Боинга задели жилые дома. «В первый день я всё убрал. Оно воняло очень сильно во дворе. То, что куски полетели, я две тачки вывез назад и всё на металлолом. И залатал все дыры, которые на крыше». В СМБУ Украины заявляют, что повстанцы ДНР забирают у спасателей вещдоки и даже пытались вывезти тела погибших в Донецкий морг. Представители ДНР эту информацию опровергли. «Александр Бух сообщил нам, что ВСЕ настаивает на том, чтобы место происшествия сохранялось до приезда всех экспертов неприкосновенности. Потому что это важно и требуется нам отчитаться перед 57 странами. Мы его не трогаем пока». Постпред Швейцарии при ОБСЕ сказал, что сепаратисты не предоставили наблюдателям, прибывшим в Донецкую область, полного доступа к месту крушения. «Речь идёт не просто об отношениях России и Запада. Речь идёт о том, что вся международная общественность требует надлежащего доступа к месту происшествия и телам погибших и возможности собрать доказательства. И Россия здесь играет ключевую роль, учитывая её влияние на сепаратистов. И сейчас внимание всего мира приковано к тому, выполнит ли она своё обязательство в течение ближайших часов». Обломки разбившегося лайнера и тела разбросаны по территории в 9 квадратных километров. По данным агентства «Униан», пока обнаружено 186 тел из 298.